Посмотрим, как это выгорает фитиль, потом я покажу, как его заменить и распилим эту зажигалку пополам и посмотрим, из чего она внутри состоит. Всем привет, народ! Недавно прикупил себе вот такую зажигалочку, давно хотел посмотреть, как она устроена, как это все работает. Вот, в итоге решил взять самую дешевую. Вот, ну сейчас посмотрим принцип действия в общем такой зажигалки, как вечная спичка, неважно, в каком она там варианте исполнения, в пластике, в дешевом или полностью металлическая, есть они и полностью металлические, на Алиэкспрессе я находил. Вот, ну это самая дешевая, самая плохая модель из них, которая есть везде, в любых киосках, в любых интернет-магазинах, на Алиэкспрессе куча их там по 100 рублей. Вот, в общем, исполнена она вот в таком вот пластиковом корпусе, в общем, на вид очень дешево сделана, очень и на ощупь она вообще невесомая. Вот, сейчас дождь идет, как обычно, по выходным идет дождь, когда приезжаешь на дачу, как уезжать, так светит солнышко. Вот, ну ладно, значит, вот эта вот цепочка, значит, держится вот на этой пимпочке, тут видно даже, ну, как будто просто приклеено суперклеем, даже следы вон видны. Сам вот этот карабинчик, он, я не знаю, на ощупь, из чего он сделан, вроде бы как металл, вроде бы. Так, ну это силумин какой-то, судя по всему. По-моему, это не пластика, а все-таки какой-то дешевый силумин, что-то такое. Вот, так. Так, я все равно буду сейчас краш-тест проводить, поэтому не жалко. Ну, колечко, естественно, растягивается, самое дешевое колечко. Ну, как на ключах тоже такие дешевые бывают, они быстро растягиваются. Так, далее. Далее сам корпус. Корпус, как я уже сказал, сделан из пластика, полностью пластиковый. Вот это я не знаю, что такое, как будто какая-то крышечка приклеена снизу. Разберем, посмотрим дальше. Вот, здесь вклеен вот такой вот стержень, ну, типа огнива. Вот, приклеен он тоже как-то безобразно, наклей все там, ну, в общем, некрасиво. Ну, и корпус обернут вот такой вот металлической пластиночкой тоненькой. Ну, чтоб все-таки как-то блестело, вроде металл казалось, как-то подороже выглядело. Вот. Значит, он вот, как вы видели, я легко отогнул, вот здесь вот нетронутая сторона. Легко отгибается, вон там какой-то клей дешевый, который даже не засыхает. Вот. Вот так вот легко она без особых вообще усилий снимается, то есть она отвалится во время эксплуатации. Вот. Далее. Корпус у нас, значит, вот такой вот пластиковый. И сверху корпуса у нас сделано отверстие, в которое вкручивается сама вот эта вот спичка, так называемая. Выглядит она вот таким вот образом. Внутри у нас, значит, пространство, которое заполнено ватой, в которую будет впитываться бензин. Вот. Значит, здесь есть уплотнительное колечко. Китайцы даже не пожалели, вот, чтобы бензин не выветривался. Смотрите, сама вот эта вот стержень, вот этот, он вроде как, не вроде, а он металлический все-таки. Огонь здесь, подумали. Вот эта ручка, она пластиковая резьба, вот эта она тоже пластиковая. Так, далее. Вот здесь резьба тоже из пластика, поэтому, когда вы будете, ну, по-быстрому достали, чиркнули, там, сделали свое дело, и не глядя засовываете, ну, скорее убрать, закрутить, раз, крутите. Можно вкрутить не по резьбе, и она легко вкрутится, потому что это все пластик. И со временем вы разобьете резьбу таким образом, если не смотреть, что неаккуратно вот это делать, не глядя. Так, далее. Значит, здесь вставлен, ну, во-первых, здесь кресало вот такое вот металлическое, которое и чиркает по вот этому огниву. Фера, как же он называется, какой-то ферацитовый стержень. В общем, не помню. Да, не суть. Вот. Ну, и вот такой вот распушенный здесь фитилек, который будет в бензине, и он будет от искры, от искры высекаемой из огнива, он будет загораться. Ну, а здесь есть нюанс один. Более чем несколько секунд его лучше не держать зажженным, потому что фитиль моментально обуглится. Ну, то есть он сгорит, прогорит и исчезнет. Вот эта вся лохматость, она пропадет, и все, и будет голая вот эта металлическая палка. То есть пару секунд, и все, и надо его задувать или убирать обратно, чтобы он не горел долго. Фитиль я дальше покажу, конечно, как можно поменять. Многие вообще не знают, что он меняется, и пользуют дальше вот этот обрубок, который остается. Вот. Я не знаю, эта замена была предусмотрена или просто это так можно. Вот. Почему он так быстро прогорает? Да потому что в него очень мало впитывается бензина, и этот бензин из него очень быстро выгорает, и далее, когда бензина уже нет, тлеет сам вот этот материал. Вот. Ну, в общем-то, пока что я показал, как устроена конкретно эта модель, самая дешевая. Да, давайте высекем искру, покажу как. Ну, очень просто вот так. О, искра была. Есть, пошло. Тут дело в том, что, как и на всех огнивах, они покрыты какой-то такой красочкой, которую нужно, прежде чем использовать, соскрести. Тогда будет искра получаться. Вот. Если чиркать по окрашенной вот этой вот поверхности, то искры не будет. А сейчас вот довольно-таки легко начала появляться искра. Вот. Вот. Ну, я рассказал про конкретно вот эту самую дешевую, самую плохую модель из этих вечных спичек. Вот. А сейчас хочу просто свое мнение рассказать вообще по самой вот этой идее конструкции, реализации всего вот этого. Вот. Как по мне, так это, ну, неудобно. Ну, прикольно, конечно, интересно так все устроено. Но неудобно. Есть более, по моему мнению, опять же, кто-то может пользоваться, кому-то нравится. Это мое мнение, как я это вижу для себя. Вот. Есть более удобные варианты зажигалок. Допустим, недавно вот мне пришла вот такая обзор уже был. Зажигалка в корпусе. То же самое. Бензин очень герметично внутри держится и не испаряется. Может хоть год лежать. Вот. Но она намного удобна. Намного удобней. Открутил. Чиркнул. Она горит. И можно держать долго, пока не выгорит весь бензин. И фитиль никуда не денется. Вот. Кому интересно, ссылка на обзор зажигалка будет в описании. Вот. Здесь же фитиль очень быстро выгорает. Да и способ его, вот этого окунания в емкость, в которой бензин находится в вате, ну, как-то мне не особо это кажется правильным и удобным. Единственное, что хорошо, это то, что бензин внутри корпуса герметично закрывается. Здесь только одно отверстие, вот это вот, которое перекрывается. Вот этой резиночкой. И, то есть, бензин никогда никуда не испарится. Вот, видите, уже в кость пошла, в кривь пошла. Можно, если дальше крутить, то все уже, она не по резьбе закрутится. Чуть-чуть скосили. Это все-таки пластик. И она пойдет разбивать резьбу дальше. Вот, бензин держится герметично. Если, конечно, вот где-нибудь здесь вот все-таки не будет выходить, если все сделано хорошо. Вот, она может лежать хоть год у вас. Бензин никуда не денется. Единственный вариант, я вижу для себя, это кинуть куда-то в рюкзак, положить в какой-то походный рюкзак, я не знаю, или в EDC-набор. Если вам не нужно ежедневно пользоваться зажигалкой, не буду называть это слово, я давно уже это бросил на ютубе, на всякий случай не буду произносить. Вот, мало ли какие блокировки еще придумают. Вот, то как резервный источник огня, запасной где-то в рюкзаке, ну, вполне годный вариант. Но, опять же, как по мне, так намного интереснее вот такая зажигалка, ее и на ключи, и куда угодно. Она и красивая, и удобная, и горит дольше как-то. Ну, вот, мой выбор такой, я вот себе вот ту взял, как раз для таких целей. Ну, а вот эту вот, если купить все-таки подороже в металле, все-таки, то можно точно для таких же целей использовать. Вот такое мое мнение. Давайте сейчас ее заправим, все-таки посмотрим, как это выгорает фитиль, потом я покажу, как его заменить, и распилим эту зажигалку пополам, и посмотрим, из чего она внутри состоит. Ну, буду заправлять вот таким вот роялем. Так, немного туда сейчас накапаем. Так, сколько там надо, я особо не знаю. О, все, полилось. Перелил. Ну, ничего нам для эксперимента сойдет. Сейчас опустим, как раз вот этот вот быстренько пропитаем. Чтоб долго не ждать, пока он там из ваты вытянет пары бензина в себя. Сейчас быстренько все это пропитаем, посмотрим. Да, что-то налил я много. Там же у нас находится вата, которая впитывает нужное количество. Там не пустая емкость, а весь смысл в том, что бензин держится в вате, поэтому не выливается, как я понимаю. Ну, сейчас будем открывать, смотреть, что там внутри. Так, теперь как-то это нужно мне протереть, чтобы не загореться. Так, ну что ж, давайте зажигать. Да, кстати, кто еще не подписан на канал, подпишитесь, нажмите колокольчик, чтобы получать все уведомления. Напишите любой комментарий, поставьте лайк. Можете поделиться этим видео в социальных сетях с друзьями. Для меня все действительно очень важно. Для вас не сложно, а для развития моего канала это будет большая поддержка. Так, давайте чиркнем. Вот наш фитилек пропитанный. Я думаю, чересчур пропитанный. Надеюсь, ничего здесь не загорится. Так. Ну вот, собственно, и все. Вот она загорелась. Пока что пламя достаточно хорошее. Сейчас посмотрим, за сколько секунд выгорит весь бензин из этой палочки. Вот. Ну вот, вот он уже все тухнет. Так. Можно ее убирать обратно. Ничего там не взорвется. Можно просто задувать. Это кому как угодно. Как удобно. Ну и вот мы видим, за это коротенькое время выгорел весь фитиль. То есть это, я не знаю, на одну-две секунды доставать, да ну, неудобная вещь. Вот. Ну и что дальше будет? Дальше он все-таки будет зажигаться, но кое-как такой огонечек будет маленький. И на ветру этого лучше не делать, потому что уже нормально гореть ничего не будет. Вот. Ну вот, зажегся кое-как. Ну вот эти вот какие-то обрубочки, которые... Огонь же все-таки внутрь этой трубки не вгорит, поэтому там будет какой-то обрубок фитиля виднется. И все-таки он будет вот такой малюсенький огонек давать. Вот. Поэтому мне и не нравится вся эта идея с этой вечной спичкой. Ну вот, фитиля уже совсем нету. Не знаю, сколько времени ему нужно находиться внутри, чтобы хоть что-то в себя впитать. Так, давайте еще раз попробуем. Ну, собственно, далее вот таким вот образом будет она загораться. С этим обрубком не менять же каждый день фитиль. Ну, вроде горит, вроде бы более-менее. Ну, в общем, делайте для себя выводы. Сами я свой вывод сделал. Мне удобнее пользоваться какими-то другими зажигалками. бензиновыми, чем вот такой вот вечной спичкой. Конечно, интересная задумка, интересно вообще вот это все сделано. Люблю бензиновые зажигалки, но что-то нет. Так, ладно, давайте последний раз зажигаем. Далее покажу, как менять этот фитиль и распилим зажигалку пополам. Ну, вот так вот. Вроде бы все-таки горит этот обрубок. Ну, вот такое вот короткое время. Ну, что ж, ладно. В описании, кстати, я оставлю ссылочку на вот такую зажигалку. И находил я там всякие в металлических корпусах. Ну, так, кому интересно посмотреть, какие они бывают более качественные. Ставлю несколько ссылочек, кому интересно, смотрите. Ладно, давайте пилить и менять фитиль. Ну, что ж, давайте распилим пополам и посмотрим, из чего состоит внутри эта зажигалка. Ну, что ж, приступаем. Так, похоже, похоже, что все. Можно доставать и смотреть. Бензин немного вытек. Много я налил в тот раз. Так, ну и давайте смотреть, как здесь уложена вата, что здесь внутри. Так, ну вот, собственно, и все. Я не ожидал увидеть чего-то другого. Собственно, вот такая вот емкость полностью. Полностью все пространство зажигалки внутри занято ватой. Полностью корпус внутри пустой и забит ватой. И посередине в вате отверстие, чтобы входила вот эта сама спичка. Собственно, вот такой вот кусочек. Так, вот если его сложить, будет вот так. Вот такой кусочек ваты там был. Вот. Ну, в принципе, я именно это и ожидал увидеть. Вот. Ну, давайте теперь покажу, как можно заменить вот этот фитиль, если вообще, если кому-то это будет нужно, вдруг пригодится. В общем, берем вот эту пластину кресала, вот это, и оттуда вытаскиваем. Так, у меня быстрее слетела вот эта штучка. Так, ладно. Похоже, придется зажимать, но тут можно уже раздавить вот эту трубочку, хотя она вроде как не очень тонко выглядит. Это, видимо, где как попадется. Где-то легче выходит, где-то сложнее. Вот. Сразу вытащилось, когда зажали в тиски. Нужно просто что-то, какой-то удобный инструмент. Вот. Так, где эта заглушка, чтобы вернем все в изначальное. Вот, собственно, фитиль теперь можно обрубок фитиля достать. Вот такой, небольшой совсем, поэтому в него и бензина впитывается очень мало. Вот, посмотрите, по сравнению с этой трубкой, какого размера фитилечек, какой-то кусочек маленький, положили туда и все. Вот, ну, теперь можно взять любую, любой фитиль для зажигалок бензиновых и на всю вот эту длину трубки туда его затолкать, чтобы он впитывал в себя больше бензина и, возможно, она будет даже гореть дольше. Вот, фитиль складывается вот так пополам, туда втыкается и какой-нибудь, какой-нибудь трубочкой, которая войдет по диаметру туда внутрь, какой-нибудь скрепочкой, иголочкой туда запихиваем. Вот так вот пропихиваем, лучше запихать его на всю длину этой трубки, вот, и потом обратно вставляем вот это вот кресало туда. Так, ну, в общем, принцип вы поняли, у меня уже эта зажигалка сейчас пойдет на выброс, мне нет смысла заморачиваться все делать аккуратно, но принцип именно вот такой вот. Кому вообще интересно будет эта тема, эта зажигалка, вот, ну, вот такое мое мнение об этой зажигалке, вечная спичка, вот, ну, всем спасибо за просмотр, возможно, кому-то это пригодится. Обязательно пишите комментарии, ставьте лайки, пишите в комментариях, вообще пользуетесь ли вы такой зажигалкой и как она вам вообще. Ну, и делите этим видео в социальных сетях с друзьями, это будет огромная поддержка для развития моего канала, ведь вам не сложно, а мне приятно. Все, всем спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok